АЛЬМЕТИУСК ТВ Уборочная пора давно завершена. Какие же вопросы сегодня решают аграрии района? Вопрос в том, как быстро и качественно перевооружиться. О чем слагают современные частушки? О том, что беспокоит общество больше всего. Когда куришь сигареты, когда пьешь ты алкоголь, не забудь, что жизнь вот эту проживешь ты цифру ноль. Альметьевский городской суд вынес приговор содержателям наркопритона. С марта по июль этого года у хозяина квартиры и его сожительницы постоянно собирались наркозависимые приятели. Вместе они употребляли наркотики собственного производства. Компоненты для очередной дозы покупали на рынке. Сколько лет лишения свободы получили обвиняемые? Смотрите в сюжете. Как следует из материалов уголовного дела, с марта по июль этого года подсудимые мужчины и женщины сожительствовали и содержали у себя в квартире наркопритон. Частыми гостями в их доме были наркозависимые приятели, вместе с которыми хозяева жилья изготавливали и употребляли наркотики. Роли в неблагополучной семье были четко распределены. В период незаконного изготовления наркотического средства токарго действовало согласно распределенных ролей, проветрило комнаты от запаха растворителя, а также периодически наблюдалось в дверной замок, в дверной глазок за окружающей обстановкой, чтобы не быть изобличенным сотрудниками полиции в совершенном ими преступлении. Сотрудникам полиции удалось взять наркозависимую пару с поличным. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Оба подсудимых полностью признали свою вину и их адвокаты просили дать им минимальный срок. Ранее, однако, уголовное ответственности не привлекалось. Прошу, раскаяниваясь под защитным соленом, учесть в заключающем наказании расстоятельства. Поскольку каких-то тяжких последствий окружающих не наступило, прошу, с учетом особого порядка раскладывания данного дела, назначить им минимальный наказание. Обвиняемые просили не лишать их свободы. Мужчина заявил, что купил квартиру с долгом. Которую ему нужно было срочно погасить. После этого он с подругой мог бы получить регистрацию о соответственное лечение. Считай, коммуналке 30 осталось. Или ты читал, 5 тысяч осталось. А тут осталось-то немножко. Я бы доплатил бы это. Прописался бы. Лег бы в больницу. Я раскаюсь с оденем. Больше такого не будет. Буду лечиться. Судя по материалам дела, времени на исправление у подсудимых было достаточно. Однако мужчина так и продолжал наступать на одни и те же грабли снова и снова. Обвиняемый был ранее неоднократно судим. В 1999 году его осудили по статье «Кража» и назначили ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно. Позже условный срок заменили на реальный. В 2013 году его осудили по статье «Содержание наркопритона» на два года лишения свободы условно. С учетом непогашенной судимости суд приговорил обвиняемого к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимые назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альмитис ТВ. Сказка ложь – давний намек, добрым молодцам урок. Руководствуясь этой пословицей, дети и педагоги коррекционной школы «Русского Акташа» провели конкурс «Театр здоровья». Праздник здоровья организовали в рамках месячника «Жизнь без наркотиков». Какой новый смысл вложили учащиеся школы в известные народные сказки, узнала наша съемочная группа. Лучше съесть львы и риску, шоколадку, барбариску, ну а пачки сигарет, дружу скажем нет, нет, нет. Дети из коррекционной школы-интерната «Русского Акташа» поставили небольшие театрализованные сценки. Вместе с педагогами по мотивам народной сказки «Колобок» они придумали поучительную постановку. Таким образом решили присоединиться к месячнику «Жизнь без наркотиков». У нас мероприятие «Театр здоровья». То есть это выступление агитбригад по здоровому образу жизни. Мы готовились уже давно, и значит наши детки показывают какие-то маленькие миниатюрки. В Акташской школе учатся более ста детей из Альмитевска, Заинска и Лениногорска. Никто из учащихся не остался в стороне от этого праздника. Одни ребята выступали на сцене, а другие, не жалея ладошек, аплодировали им. Конкурсная программа была насыщена зажигательными танцами поучительными миниатюрами и частушками. Когда куришь сигареты, когда пьешь ты алкоголь, не забудь, что жизнь мутету проживешь ты цифры ноль. Под впечатлением остались и члены жюри. В его состав вошли представители различных служб, в том числе местный участковый, уполномоченный полиции и участковый врач-терапевт. По их мнению, такие праздники здоровья необходимы детям, чтобы у них было понимание вреда от курения и алкоголя. Мне очень хочется, чтобы то, что дети говорили, чтобы они все это вложили в жизнь, чтобы вели здоровый образ жизни, занимались физкультурой. Наше будущее поколение было здоровое. Самое главное, все передается, потому что поколение в поколение. Сами учащиеся школы были больше в восторге от процесса подготовки праздника. Главное, что они обещали своим педагогам вести здоровый образ жизни. Ну, чтобы поняли, что курить вредно, пить тоже вредно. Ну, чтобы здоровым быть, чтобы не курили, спортом чтобы занимались. Также в рамках этого месячника в гости к детям приедут игроки из хоккейного клуба «Нефтяник». Спортсмены расскажут им о своей хоккейной карьере. Ольга Степанова, Николай Быков, Альмитис ТВ. О выборе в пользу здорового образа жизни заявили герои нашего следующего сюжета. Спорт – залог здоровья. Под таким девизом прошла товарищеская игра между волейбольными командами двух альмитевских школ. Причем участие в ней приняли не только ученики, но и преподаватели. Подробности у Эдуарда Прокопьева. Выступление команды брейк-данса 24-й школы открыло товарищескую встречу между двумя школами. Волейбольный матч прошел в рамках антинаркотического месячника. Встретиться со своими сверстниками на волейбольной площадке захотели сами ученики школы. Ребята изъявили желание встретиться с нашими добрыми соседями. Это наши первые добрые соседи, это 25-я школа. Помимо школьников, участие в игре приняли и учителя 24-й школы. Всех их объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни. Виктория состоит в ученическом комитете, который выступил с инициативой проведения матча. Она – преданная болельщица школьной команды и сторонница здорового образа жизни. Наша школа говорит, наркотикам нет. Занятие спортом – это самый близкий путь к здоровью и, конечно, хорошему настроению. Спорт сформирует навыки здорового образа жизни. И поэтому все вредные привычки просто несуместимы со спортом. По результатам игры третье место заняли гости – волейбольная команда 25-й школы. На втором месте – ученики школы номер 24. Первое место заняла команда учителей 24-й школы. Стоит отметить, что с наркотиками здесь борются не только на спортивной площадке. В холле на первом этаже выставлен ящик, куда ученики могут бросать записки с сообщениями о местах распространения наркотических веществ. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Приближающаяся холодная пора заявляет о себе все увереннее. Зима суровой поступью уже прошлась по полям района. Но агрария Татарстана не расслабляется. Сейчас самое время обратить пристальное внимание на подготовку сельхозтехники к новому сезону. Этот и другие вопросы обсудили на зональном совещании, прошедшем накануне в селе Кичичатова. Вовремя подготовить сельскохозяйственную технику. Такая задача стоит перед работниками сельского хозяйства. Однако это не единственный вопрос, который обсуждали на совещании. Есть в аграрном секторе и другие проблемы. Не секрет, что в первую очередь у нас первая проблема – это нехватка людских ресурсов, рабочих профессий, не только рабочих, но и специалистов также. В совещании приняли участие четыре района – Черемшанский, Лениногорский, Бугульминский и Альметьевский. Особый упор, по мнению участников, следует сделать на техническую и технологическую модернизацию. В этом году программа поддержки приобретения техники получит финансирование из федерального бюджета. Кроме того, действует трёхлетняя подобная республиканская программа. На выставке в Доме культуры были представлены запасные части тракторов, сельхозагрегатов, сейлок, а также другие детали сельхозтехники от производителей. Альметьевский район к зиме готов, за исключением некоторых моментов. На сегодняшний день многие хозяйства уже приступили к ремонту сельхозхозяйственной техники. Бороны, культиваторы. И планируем завершить до Нового года, планируем завершить ремонт сельхозмашин. Сегодня важно обеспечить конкурентноспособность и продовольственную безопасность в районах республики, заявляют организаторы семинара. Это будет возможно лишь с появлением высокотехнологичной производственной техники. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. А ещё осень – самое подходящее время, чтобы заняться повышением иммунитета. Профилактика простудных заболеваний – это надёжный способ остаться в строю, когда вокруг появится множество людей с симптомами ОРЗ и ОРВИ. Ведь именно в этот период и начинается волна инфекционных заболеваний. Готовится и альметьевцы дать достойный отпор гриппу. Идёт прививочная кампания. Осень – время простуд. В этот период количество заболевших ОРЗ и ОРВИ резко увеличивается. Среди пациентов городских поликлиник значительная часть – традиционными симптомами этих болезней. В управлении Роспотребнадзора подсчитывают, насколько велики временные потери в рядах работников предприятий, школьников и студентов. За последнюю неделю в Ольметьевском районе зарегистрировано 325 случаев острых респираторных вирусных инфекций. 149 случаев из них – это дети или 46%. Показатель на тысячу населения составил на 44-й неделе 16,3%. Это в три раза меньше порогового уровня, который составляет на 44-й неделе 43,3%. Специалисты прогнозируют эпидемию гриппа и ОРЗ во второй половине января. Возможен подъём заболеваемости и осенью. Так, к примеру, было в прошлом году. Предпосылки к началу эпидемии имеются. К тому же и погода не благоволит. Сейчас самое время проводить вакцинацию, считают эпидемиологи. Обычно прививочная кампания проходит с октября по конец ноября. В Ольметьевский район поступило 34 830 доз федеральной вакцины. В управлении здравоохранения нам сообщили, что около 2000 доз ушло на прививки медработников, 4000 – на прививки дошкольников и школьников. Активно прививаются и горожане, которые входят в группу риска. Протекание ОРЗ и ОРВИ у взрослых и детей носит сложный характер. Все вышеперечисленные заболевания передаются воздушно-капельным путём от другого больного человека. Симптомы знакомы каждому. Это головная боль, иногда повышение температуры, насморк, першение в горле, сухой кашель, слезотечение. Как правило, при ОРВИ требуется симптоматическое лечение. Повысить иммунитет и улучшить общее состояние помогают и простые народные средства. И, конечно, заболевший должен находиться дома, чтобы не распространять инфекцию. И не следует стесняться носить медицинские маски. Амина Яникиева, Николай Быков, Альметьевского. К другой теме. Каждый ребёнок, где бы он ни родился, какой бы ни был национальности, имеет право на изучение родного языка. Об этом в последнее время довольно часто говорят педагоги и общественные деятели. Ведь именно владение языком предков открывает человеку доступ к духовному и культурному наследию своего народа. Этот вопрос затронули и директора Татарских гимназий республики, которые собрались в Альметьевске на семинар. Директора Татарских гимназий республики приехали в Альметьевск обменяться опытом по обучению татарскому языку. Семинар прошёл в первой гимназии имени Ризы Фахреддина. Учащиеся гимназии радушно встретили гостей из Казани Нижнекамска набережных Челнов. Есть свои проблемы и татарских гимназий. Это языковые проблемы, это и проблемы конкурентоспособности. И наша задача сегодняшнего семинара – это поднять проблемные вопросы, искать совместные ответы на эти вопросы и, конечно же, поделиться опытом. Потому что у каждой гимназии есть своя изюминка, свои особенности работы. Свои изюминки гостям продемонстрировали и хозяева семинара. Учащиеся подготовили выставку изделий народного творчества – сувениры, сделанные своими руками. А в музыкальных номерах показали и уровень владения татарским языком, и любовь к национальной культуре. Любой обмен опытом бывает полезным для дальнейшей работы. Тем более, что время не стоит на месте, и новые технологии приходят во все сферы нашей жизни. Сегодня мы обобщаем опыт работы нашей татарской гимназии имени Резы Дина Фахреддина. И, конечно же, естественно, сможем посмотреть на опыт работы наших коллег. В ходе республиканского семинара обсудили и новые возможности преподавания татарского языка. Изучение родного языка может проходить интересно и увлекательно. Это продемонстрировали и преподаватели гимназии имени Резы Фахреддина. А ученики порадовали своих наставников чистейшим татарским языком и богатым словарным запасом. Ученики семинара сошлись во мнении, что сегодня национальная культура нашей республики немыслима без изучения татарского языка. Значит, для этого должны быть созданы все условия. Не может не радовать, когда молодое поколение увлечено изучением языков. Совсем другое дело, когда говорят на разных языках члены одной семьи. Как проститься с непониманием в общении между детьми и родителями? Этому альметьевских мам и пап научили педагоги-психологи. То, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, Светлана Чупракова поняла давно. У молодой мамы двое сыновей. Она предполагала, что воспитывать будущих мужчин будет непросто. И тогда члены семьи взяли за правило говорить о своих беспокойствах, пытаться понять друг друга и оказать поддержку. Как-то я не могу сказать, что мы на разных языках. Мы общаемся, в принципе, дружно. Ну, я думаю, у всех, у мам, у кого есть мальчики, бывают такие моменты какие-то. Ну, у нас, конечно, папа подключается к воспитанию в такие моменты. Но, в принципе, мне кажется, для любой мамы, будь то дочка или сын, важно найти общий язык. Представиться и рассказать немного о себе, поделиться радостью, либо, напротив, переживанием. Это первое, что предстояло сделать участникам обучающего семинара. Ведь именно на этом, по словам специалистов, строится фундамент успешных отношений с ребенком, на умении слушать и говорить. По моему мнению, самый главный постулат, что ли, да, самый главный аспект, который приведет к гармонии между детьми и родителями, это желание, в первую очередь, даже не умение, а желание слушать, слышать мнение другого человека. Неважно, ребенок это или взрослый. В тренинге, посвященном гармонизации детско-родительских отношений, приняли участие не только мамы и папы, но и специалисты, для которых общение с детьми – работа. Причем педагогам важно научиться понимать не только детей, но и родителей. Ну, например, если большая разница в возрасте между родителями и ребенком, конфликты возникают, да, тогда еще не надо было что-то делать, а в это время это уже дозволено, общество ничего плохого не подумает, но родители считают по-другому. И хочется в такие моменты найти какой-то компромисс. О временах и нравах, о конфликте отцов и детей писали еще знаменитые классики прошедших столетий, но актуальности вопрос гармоничных отношений между родителями и детьми не утратил и спустя века. Так неужели конфликт поколений – это неизбежность? Отнюдь, именно так заявляют психологи, добавляя, что старшему поколению необходимо научиться быть терпимее к молодому, в чем-то, возможно, соглашаясь с ним, а детям научиться понимать взрослых. А вот понимание между родителями и специалистами социальной защиты на психологических тренингах научат едва ли. Нужда во взаимопонимании возникла после того, как стали чаще видеться. А поводом для более частых встреч стало введение дополнительной компенсации от оплаты за детские сады. В июле этого года в детских садах прошел повторный период перерегистрации на дополнительную компенсацию. На сегодняшний день управлением социальной защиты принято 4000 заявлений на возврат части оплаты за детский сад. Меньше, конечно же, что в первый период, потому что в первый период мы приняли около 6000 заявлений. Может быть, это, конечно, связано с тем, что в летний период все-таки и доходы у людей были выше, связанные с тем, что время отпусков летний период, да, может быть, в связи с этим были у людей доходы свыше 20 тысяч. А вот семьям с доходом меньше 20 тысяч рублей на человека предстояло подтвердить свои доходы, чтобы и далее получать возвратные деньги. Тогда детские сады составили график для мам и пап, чтобы избавить родителей от похода в управление социальной защиты. Но многие выбрали незавидную перспективу простаивания в очередях. Сложность в чем? В том, что когда они приходят к нам, здесь уже они стоят в общей очереди вместе с другими социальными выплатами и вместе с пенсионерами, с пожилыми. Поэтому это было дополнительное. Мы не рассчитывали на такое количество народу, конечно, с этим были затруднения. Просто если бы каждый пришел в тот период, когда ему назначили, это было бы намного облегчило нашу работу. А пройти без очереди несложно. Нужно просто со справкой о доходах прийти в свой детский сад согласно графику. Это поможет родителям сэкономить драгоценное время и облегчит работу специалистам соцзащиты. Говорим об этом потому, что компенсация назначается на полгода, а значит, что в апреле следующего года молодым родителям снова предстоит повторно заявить о своих доходах. Уже утвержден новый и средний размер компенсации на следующий год. Он составит, значит, на ребенка с 3 до 7 лет, к примеру, он составит 1401 рубль. На сегодняшний день он составляет 1246 рублей. Так что разница после повышения оплаты за детские сады становится все менее ощутимой для родителей. На этом у нас все. Эти новости и не только вы можете найти на нашем сайте almetius.ru.ru, а также в группе социальной сети ВКонтакте. Далее прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова